МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поставили блог. Желая огородить зеленую зону от машин, жители Благовещенской пятиэтажки встревожили соседей. На зубы не смотрят. Студентам-историкам рассказали, как определить возраст и пол древнего человека по его останкам. Забыли про манеры. Юные благовещенские футболисты разгромили гостей из Пекина. Отражение с историей. Благовещенские мастера увлеклись состариванием зеркал. И сейчас об этих и других новостях более подробно. В эфире информационная программа «Город» в студии Татьяна Жуленева. Здравствуйте. Жильцы дома по адресу Дьяченко 2Б объявили войну автохамом. Бетонными блоками загородили от них зеленую зону, где некоторые повадились ставить машины. Правда, такие действия возмутили не только владельцев авто, но и некоторых безлошадных жильцов. Что послужило тому причиной, узнавала Юлия Мишурнова. Смотри, божья коровка. Смотри, какая божья коровка. Маленькая, маленькая. В Рощице недалеко от улицы Дьяченко Татьяна Леонидовна с внуком гуляют каждый день. Летом здесь прохладно, да и идти далеко не надо. Лес прямо под окнами. Портят идиллию только поваленные деревья. С просьбой вывезти их женщина обратилась в администрацию. Рабочие на место выехали, но добраться до деревьев не смогли. Оказалось, что кто-то перегородил блоками вот эту дорогу. То есть въезд вот к тому месту, где можно вот эти вот тополя убрать. Я слышала из квартиры, что он кричит, как проехать, а он говорит, проехать никак нельзя. Он говорит, ну тогда и поехали, пускай они тут валяются. Проезд полисадник с другой стороны загораживают живые деревья. Но то, что в такой ситуации возле дома продолжат гнить срубленные тополя, полбеды, делится Татьяна Леонидовна. Больше всего тревожит то, что если вдруг что-то случится, например, пожар какой-то может быть, сюда машина не может заехать. Часть жильцов дома опасения Татьяны Леонидовны разделяет. Нет, другая не представляет жизнь без блоков. И все нахим здесь в машине ездят, все здесь запутят. Мало того, здесь выгул собак у нас идет. К слову, для пожарных бетонные блоки действительно весомая помеха. В некоторых случаях подобное самоуправство наказывают штрафом до 2000 рублей для физических лиц и до 150 для юридических. Но есть исключения. При высоте здания 28 метров и более должен быть обеспечен проезд пожарной и подъезд пожарной техники к жилым домам с двух сторон. Если высота здания жилого дома менее 28 метров, то подъезд обеспечивается и с одной стороны. К последним как раз относится пятиэтажка Подьяченко. Один проезд к дому у них все же есть. Впрочем, если в его пригодности возникнут сомнения, жильцам стоит обратиться в отдел надзорной деятельности. Там им дадут квалифицированную оценку пожарной безопасности пятиэтажки. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город». Жители другого городского двора напротив единодушны, как никогда. Их объединяет стремление к победе в конкурсе «А у нас во дворе». Свой двор энтузиасты преображают каждый день и упор делают на художественную составляющую и хендмейд. Результат оценил наш корреспондент. Уличную картину Алене Изотовой писать еще не приходилось, тем более таких размеров. Но что не сделаешь в стремлении к победе, в перспективе добавить красок на 100 метров гаражной стены. Пока с подругами освоили только треть. Порисовали фигурки знаменитых смешариков. Ну, вообще, я как бы хотела взять другие мультфильмы, там, диснеевские. Но нам же сказала, ну, у тебя Женя, ну, как бы старшая этажа, ой, старшая дома. Сказала, лучше, если будут мультфильмы наши, будут русские. Ну, я вот начала так рисовать смешарики. Я, мой самый в детстве был любимый мультик «Смешарики». В планах у девчонок изобразить львенка и черепаху, волка и зайца и крокодила Гену с чебурашкой. Но сначала нужно дорисовать начатое. На смешариков уже потратили около трех литров краски разных цветов и несколько дней. Ну, где-то вот третий день уже, часа три, вот красим все вместе, собираемся. И маленькие, и взрослые. Первый день мы просто нарисовали все мелками, а потом нам предложили все раскрасить. И пошло-поехало, и все, вот теперь скоро уже, наверное, сегодня докрасим. Красят во дворе не только дети, но и взрослые. Разрисовывают новенький деревянный автомобиль, который соорудили на днях. Параллельно смастерили эксклюзивные кресла для тех, кто устал от трудов праведных. На территории футбольного бывшего поля за спортивным комплексом, там водонапорная станция, проводили ремонтные работы и спиливали мешающие им деревья. Мы решили сделать себе кресло из них. И вот вырезали такие, ну, я думаю, довольно-таки симпатичные кресла. Чтобы было мягко, сидушки из обрезков искусственного газона. В этом же стиле ступеньки, по которым можно бегать вверх и вниз. Именно благодаря необычным идеям, уверены жители, победа в номинации «Двор детства» им обеспечена. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». Накануне рабочие открыли три полосы движения по Мухинам. Новое покрытие автомобилисты уже оценили. А вот общественный транспорт пока ходит в объезд по промышленной. К привычному маршруту через перекресток Мухина и Игнатьевского шоссе автобусы вернутся после реконструкции участка. В это же время обещают вернуть и троллейбусы. Они прекратили свое движение три недели назад. Как переживают их отсутствие горожане, мы спросили у них самих. Заметил, что не троллейбусы. Как же не заметил, то они там ходили, а сейчас они не ходят, что-то я не вижу. Мне никакого удобства нет. Я как бы на машине езжу. Просто я же на них. Мне никакого неудобства не составляет. Не, ну там же сейчас ходят автобусы. Троллейбус очень удобный вид транспорта. Во всяком случае, он идет, как говорится, по одному маршруту и с интервалом нормальным. Так что, если бы был троллейбус, мы бы уже уехали. Автобусы ходят троллейбусные. Я не могу сообразить, куда они едут. Тем более, на вокзал уехать стала проблема даже. Вот троллейбус нужен, все равно нужен. Я живу вот здесь, работаю вон там, в 25-й школе. Мне ездить некуда практически. Поэтому я не очищаю. Нужно, дети подвозят. Никаких неудобств не заметила. Потому что я не пользуюсь. Я живу в центре возле педагога университета. Недалеко. Это просто по случаю приехала в стоматологию. Я уже не пользуюсь, я не закончила учиться. И мне не надо ездить на учебу. И к другим темам. 40 тысяч рублей из кассы частного спортивного центра. Сегодня ночью похитили два молодых человека. Однако далеко унести добычу им не удалось. Злоумышленников задержали полицейские. О том, что в окно спортивного комплекса влезли два человека в масках, в дежурную часть сообщил бдительный горожанин. Следственная оперативная группа выехала незамедлительно. На месте полицейские задержали двоих молодых людей. В ходе досмотра у мужчин была изъята сумка, в которой находилось более 40 тысяч рублей, похищенных из сейфа спортивного комплекса. Также стражи правопорядка обнаружили и изъяли у подозреваемых маски, перчатки, монтировки. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчины арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. Полис обязательного медицинского страхования теперь можно получить и в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно и не зависит от места проживания гражданина. МФЦ заключил договор со страховой группой «Спасские ворота-М». Для оформления необходимо написать заявление, предоставить документ, удостоверяющий личность и СНИЛС. Прийти за полисом можно через 30 дней. Все это время медицинские услуги вам будут оказывать по свидетельству, которое выдается также в МФЦ. Врача судебно-медицинской экспертизы вызвали к студентам-историкам. Ему предстоит обучить молодых археологов идентифицировать личность человека, которому более тысячи лет. Занятие прошло прямо в палатке на месте раскопок вблизи Усть-Ивановки. Не пропустила его и наш корреспондент Анжелика Павлова. Первый шов, который у человека на черепе зарастает, это затылочно-основной шов. По затылочным швам и размеру костей врач-эксперт учит молодых археологов определять возраст, пол и расу найденных людей. Кандидатура для исследований имеется. При раскопках вблизи Усть-Ивановки из трех десятков захоронений только одно оказалось первичным. Скелет в целости и сохранности. Большую бедренную кость уже измерили. Всего 41 сантиметр в длину. Значит, человек был невысокого роста. Кирилл Тырин об этом еще до лекции догадался. Когда мужчина рассказывал, я понял, что это действительно маленький, маленького роста был человек, всего 154 сантиметра с лишним. Конечно, интересно. Тем более, он был в позе лотоса. Ноги у него скрещены и согнуты в коленях. Плюс у него плечи втянуты. Как только археологи достанут из могилы череп, смогут определить и пол средневекового человека. Большой затылочный гребень, выпирающий надбровные дуги и зубы, напоминающие штакетник, выдадут мужчину. Если все наоборот – женщину. Возраст представителя МАХЭ определяют тоже по черепу. Можно было, конечно, и по зубам, вернее, по степени их стертости. Но этот метод обычно работает только с современными людьми. По швам свода черепа будет ближе к нормальному, реальному возрасту его. Ну, опять же, к обменным нарушениям какие-то, если были. А степень стертости зубов будет тем выше, чем более грубая у него была пища. Для древнего человека, да, это может быть уже не работать, эта методика. Все методы, которым обучил студентов-эксперт, годны лишь для первоначального анализа. А более точные данные о находке даст все-таки экспертиза. На нее артефакты отправят осенью. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город». Пригласить в гости ребенка из детского дома предлагают амурчанам в рамках акции «Каникулы в семье». С начала лета такой возможностью воспользовались более сотни жителей области. В том числе и семья Куба из Благовещенска. Кто гостит у них и какие планы строят на лето, узнаете прямо сейчас. Девочки, давайте к столу помогать. Не только есть супы, борщи и мясо, но и помогать в готовке учат Свету в семье Елены Куба. Восьмилетняя девочка впервые пришла в этот дом на новогодние каникулы и с тех пор проводит здесь все праздники и выходные. А заодно учится жизни в семье. Когда мама моет посуду, я всегда вытираю посуду, полисошу, убираюсь, помогаю. Когда приехала сюда, я еще не умела читать, и меня бабушка научила читать, писать. Бабушка с педагогическим образованием активно взялась за воспитание девочки, и каждое ее достижение принимает очень близко к сердцу. Пришла, конечно, она у нас грубоватая, все такая невежливая, кушать не умела, все так вот сыпется. Ну, бабушки, конечно, слезы сначала были, а потом нормальная. Теперь уже как-то нет, уже тоскливо. Девочки, все в порядке? Да, хорошо. Пятилетняя Луиза, родная дочка Елены со Светой, тоже быстро нашла общий язык. Любимая игра девчонок – дочки-матери. Причем ролями они меняются постоянно. И с игрушками, и с Луизой тоже она как-то старается. На улице много появилось у нее подруг. Ну, в общем, она показывает себя с хорошей стороны. Что мы можем ей постараемся дать, какую-то ласку, любовь. Все это для нее есть, все это она не обделена. То есть отношение как к одному ребенку, так и ко второму ребенку. На днях вся семья вместе со Светой поедет на отдых в Приморье. А в скором времени Елена надеется взять девочку в семью навсегда. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город». Футболисты Пекина и Благовещенска сошлись на одном поле. На стадионе «Спартак» прошел традиционный международный турнир среди спортсменов 6, 7 и 8 лет. За ходом игры наблюдал наш корреспондент. Не детская борьба за мяч разгорелась с первой же секунды тайма. А ведь игрокам, что на поле всего по 8 лет, воспользовавшись замешательством гостей, наши мальчишки пошли в атаку. Мяч забили на четвертой минуте тайма. Автор гола, нападающий Никита Поляков, посчитал – это предвестник грядущей победы в турнире. Это потому, что у нас защитник хороший, нападающий, и центральный, который посыка хорошо раздает. И защитник хорошо выпинывает мяч далеко, нападающий. Нападающий хорошо забивает. Пекинская команда в середине тайма тоже решила показать себя и чуть было не распечатала нашего рота. Но реакция вратаря оказалась быстрее летящего мяча. Я уже во второй раз играю с русской командой. Я здесь был в прошлом году. В прошлом году мы проиграли, и в этом, я думаю, русские тоже выиграют. Потому что, во-первых, у них здоровье лучше, они сильнее. А еще они очень быстро бегают. И опыт в футболе у них большой, больше, чем у нас. Такой пессимистичный настрой поражает. Ведь тренируются китайцы по 5-6 раз в неделю. Впрочем, объяснение слабой игры пекинцев есть. Потому что, как такового футбола на Севере Китая нет. Они только-только начинают появляться у них футбол. У нас школа уже давно, уже 30 лет существует. И у нас футбол более развит в России. Но хочу сказать, что они позапрошлым году, если они вообще проигрывали с большим счетом, в прошлом году они проигрывали с более маленьким счетом. Ну вот, в этом году посмотрим. Результаты игр станут известны в субботу. Впереди у ребят два дня состязаний. И на поле предстоит выйти еще более юным мальчишкам 7 и 6 лет. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». Благовещенские мастера осваивают древние технологии декоративного искусства. На продажу и для себя старят зеркала. Чем старше этот предмет интерьера, тем богаче дом, считали во времена античности. О том, как всего за три дня прозрачное стекло превращается в столетнее зеркало, расскажет Наталья Спицына. Первое, что делают с будущим зеркалом, тщательно моют. Исключительно дистиллированной водой. Потому что в ней нет ни кальция, ни минералов. И тогда не будет разводов никаких на стекле совершенно. Лилия Заева старит зеркала по самой трудоемкой технологии. Сусальным золотом, серебром и патиной. Но эффект того стоит. Сейчас нужно развести осол на водяной бане. Это специальная капсула. Которая превращает обычную воду в специальный прозрачный клей. Она не оставляет разводов и неровностей на поверхности будущего зеркала. Клей для сусальных листов наносится толстым слоем, чтобы потом эти листы плавали на это клею. Дальше листы золота и серебра в перемешку располагаются на поверхности стекла, чтобы зеркало получило разные оттенки. Это очень тонкое серебро. Оно раскатано. Такую фольгу нужно аккуратно очень брать. В работе Лилия Заева использует серебро и золото высших проб. 999 и 750. Создание состаренного зеркала происходит при смещении листов сусального серебра и золота. И создании вот таких вот морщинок, черточек, либо других изображений. После золочения зеркалу нужно высохнуть минимум сутки. Теперь по золоту и серебру наносится специальный состав. Патина. Это защита поверхности от окисления. Еще сутки на сушку и финальный слой. Закрашивание эмалью. Чтобы убрать прозрачность, усилить отражающий эффект и добавить зеркалу еще несколько лет. Трещинки у нас состаренном зеркале будут синего цвета. Можно любой оттенок взять. Можно коричневый, темный. Любое зеркало, независимо от размера, старится в течение 3-4 дней. Цены разнятся на несколько десятков тысяч. Готовое зеркало с эффектом старины может стоить от 15 тысяч рублей до десятков тысяч евро. При этом себестоимость производства 5-10 тысяч в зависимости от размера. Все, что сверху, цена авторского взгляда и ручной работы, которые во все времена ценились дорого. Наталья Спицына, Михаил Величкин, программа «Город». И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание и напоминаю, наши новости доступны на сайте tv-город.рф. Связаться с редакцией всегда можно по телефону 52-42-02. Всего самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова